Бойкую за поведение. Не, было оно смелое, и одевалось белое. И жуткий издавал смех, да ужасы не кстати. И за руки хватало тех, кто свесил их в кровати. Могло искрить и выражить, нет, искрить подобно кошке. Могло на плечи положить костлявые ладошки. Да в чем, скажите, вело, на все оно могло? Работать не хотела. И по ночам? Спало. И поезд на метро. Вообще вы были в Москве? Да. Да. Нравится вам наше метро? Да. Ну кто-то не знает, но вообще у нас очень такое красивое метро и длинные-длинные вагоны. Длинные-длинные вагоны. Вот. И вот какое-то время, кстати, и вот однажды в этом вагоне поезда метро, в этом вагоне поезда метро пошел молодой человек. А в руках у него была коробка. Коробка такая, да? И из этой коробки он достал ручку, сказал, покупайте. Эта ручка стоит всего 10 рублей. Пишет по-русски, по-английски, по-французски, по-вьетнамски. А ты французский изучаешь, так ты купила бы. Я перевожу с английского, он произнес многие языки мира, пройдя по длинному вагону. Вот, весь день у меня было хорошее настроение, то есть я понимала, что до этого может получиться притворение. Слушайте, это ручка для письма, образованная письма, пишет грамотно, по-русски, по-английски, по-французски. Здравствуйте, окей, мерси. И немного на фарси. Гутен так, шалом, аоха. И на попу они плохо. Пишет песенку утром. Камеруны, в Вьетнам. В Акстрию, в Италию, на Кубу. И так далее. Ручка, просто молодец. Но ответьте, наконец, чья же умная рука? Помогайте ей слегка. Отсылай письма эти. Вот его портрет в газете. Вот, лауреант 100 премии, член десятка Академии. Лучший из профессоров, полиглот Иван Петров. Это был в сентябре. Но желтели во дворе ветки. Ни корабль, ни сухогруз. Круто по улице арбуз. Сетки. Другого плыла арбуз. Потом, как нырнет в огромный дом белый, Кто-то дверь открыл ему, Кто-то щелкнул по нему спелый. Полетела вдруг пчела. И толпились у стола дети. Ой, какой арбуз большой. Может, он один такой на свете. Даже резать жалко. Все ж, папа взял огромный нож ужасный. Замер нож на полпути. Ну, арбуз, не подведи. Красный. Ежели болтать нельзя, А болтать так хочется, Что секреты изнутри щиплются, щекочутся. Вбок толкают кулаком, И скребутся кошками. Завяжите рот кулаком, И болтайте ножками. Ножками. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова